Очень рад всех видеть Давайте мы друг друга еще раз поприветствуем Повернемся друг к другу Брат, сестра, скажем, приветствую тебя Рад тебя видеть в Доме Божьем Улыбнись, возрадуйся Это чудесный день Сегодня Бог будет говорить в твое сердце Настройся, чтобы его слышать Убери все свои заботы, проблемы Их не должно существовать Потому что кто мы? Говорит Писание Мы граждане неба, да? Поэтому мы должны оставить все свои проблемы Суету этого мира И настроиться, конечно же Еще раз напомнить себе, кто мы такие На небесах нету проблем, согласны со мной? Там нету ни болезней, ни горя Не надо деньги зарабатывать, да? Не надо думать, чем прокормить себя Нету всех этих каких-то наших нуж, необходимостей земных Там Бог обеспечивает Хотя Он и здесь нас обеспечивает, да? Все от Него Поэтому нам нужно об этом напоминать Что не мы себя, а Бог нас обеспечивает И Он дает нам все Когда мы служим Ему Когда мы Ему послушны Когда мы ходим Его путями Посвящаемся Ему Он все это нам выделяет и дает Но напоминать нам нужно Нужно, конечно же, о том Что нас ждет И мы не просто так собираемся с вами По воскресным дням Это первый день недели, да? Как мы знаем Как и вот Читая Писания Первые христиане Они собирались в первый день недели Это день воскресный Прославляя Бога И познавая Бога И напоминая Напоминая о том Что Бог совершил в их жизни Что нас ждет Великие благословения Великие обетования Божьи Небеса И туда наш взор должен быть всегда И постоянно устремлен Так говорит Слово Божие Наше же жительство Где? На небесах Откуда мы и ждем Иисуса Христа Поэтому мы должны понимать Где наша действительно Настоящая Родина И что наша жизнь Она здесь кратковременна И мы здесь только на некоторое время И мы здесь странники и пришельцы У нас как раз скоро будет Праздник Престольный праздник Божий Который мы с вами будем отмечать Это праздник жатвы Называется праздник кущи Мы уже к нему начали подготовку И обычно в этот праздник Евреи Они что делали? Они Это было повеление Божие Они делали шалаши Или кущи По ихнему И эти кущи Они имели особое строение То есть Вверху не было крыши Для чего? Для того, чтобы Оставалось Такое окно Для чего? Для того, чтобы Они могли смотреть На небеса И понимать Что их ждет И увидеть величие Божие Это не просто так было И они Жили Отмечали этот праздник Семь дней Семь дней Жили в этих шалашах И даже на восьмой день Оставались Поэтому Этим Бог хотел нам Хотел сказать Тогда И евдеям И евреям Израильтянам О том Что Куда им нужно Устремлять свой взор Всегда Мы сегодня устремляем Свой взор Туда Бог хочет Постоянно должны Это делать Постоянно Напоминать о себе Кто мы такие Где наше отечество И обычно Когда Если даже сравнить Например С каким-то Земным Земным Примером Когда человек Он Ну например Хочет переехать В какую-то другую страну И Что он делает Ну понимая Что это он Осуществит Там до конца Своих дней Жизни Туда поедет Все уже навсегда Обычно он начинает Что-то К этому предпринимать То есть изучать язык Изучать культуру Того народа Куда он хочет Влиться Посещать какие-то Культурные центры Пока он здесь находится Пока еще не переехал Чтобы Понимать Менталитет Твою народу Потому что Осознаешь Что там надо Работать Где-то То есть Надо коммуницировать С людьми Надо как-то Общаться То есть Он должен быть Вот Того же формата Куда он и поедет Так и Бог хочет От нас Чтобы мы Подготавливали Себя Для жизни На небесах Уже здесь На земле Но это возможно Только тогда Когда мы Туда смотрим На эти небеса Когда мы Ищем Этих небес Когда мы Понимаем Какими Какие требования От нас хочет Бог И мы Начинаем Прилагать Старания И усилия Этим требованиям Вдовлетворять Знаете Писание нам говорит Колоссянам послание Третья глава Итак Если вы Воскресли со Христом То есть Если вы верующие То есть Если вы верующие люди То ищите горнего Ищите небес Где Христос Сидит Одесную Бога То есть Где сидит Христос На небесах На престоле славы О горнем Помышляйте А не о земном То есть Помышляйте О небесном Ибо Вы умерли И жизнь Ваша Сокрыта Со Христом В Боге Умерли Для земной жизни Чтобы смотреть Небеса То есть Вы уже Не принадлежите Земному царству У вас Должны быть Другие мысли Другие желания Другие стремления Другие приоритеты Другие цели Другой язык Да Новый язык Язык общения Другой Такой Который Там На небесах Когда же Явится Христос Жизнь ваша Тогда и вы Явитесь с ним Во славе То есть Что Когда же Явится Христос Когда вы Встретитесь со Христом Можно так сказать Тогда и явится Жизнь ваша Тогда и вы Явитесь с ним Во славе То есть Тогда Бог и прославит вас Когда мы уже Встретимся со Христом Вот Великое обетование То есть Даст нам Венцы славы Когда мы уже Достигнем Небес Но Бог хочет Чтобы сегодня Уже Мы мечтали О небесах Помните Мы с вами Смотрели Фильм Недавно Буквально Я могу Лишь представить Что произойдет Автор песни Которая Очень популярна В христианском мире Современной песни Бог хочет Чтобы мы мечтали Конечно же О том Мы это видим Сейчас через Как тусклое стекло О том Что с нами Там будет Обычно Это присуще Должно быть Верующему человеку Если ты Верующий человек Воскресший И ты не мечтаешь О небесах Тогда это Очень странно Ведь обычно Когда ты стремишься В какую-то страну Мы пример делаем То ты думаешь Как ты там будешь Что там происходит Где ты там устроишься Как будет твое общение Что вообще Это будет представлять Ты об этом думаешь Размышляешь Ищешь Познаешь Информацию находишь Так и мы Если вы стремитесь В небеса В небесное царствие То вы должны Об этом мечтать Об этом задумываться Представлять Для нас Пример Павел Был вознесен До третьего неба Да То есть он наверное Туда не просто так Он хотел туда Он молился за это Он представлял это И Бог ему открыл Он сказал там Несравненно лучше Поэтому он говорит Я хотел бы уже Разрешиться И быть со Христом Но здесь Нужнее для вас Пока еще Бог меня оставляет Бог Отец Иисус Он понимал Что там Действительно Будет счастье Настоящее Настоящая любовь Божия зальется Уже полноценная Когда мы будем Вместе с ним Будет другое состояние Не будет греха Так и сегодня Бог предлагает нам Мечтать Размышлять Отождествлять себя С Божьим Царством С небесным Божьим Царством Я слышал одну такую историю Помните В 90-х годах Когда границы Открылись И многие верующие И также Номинальные верующие Псевдоверующие Потому что Границы открылись И Америка Стала принимать Людей Особенно Уделялось Почему-то верующим Особенное положение Было верующим Все решили поехать В Америку В Америку В страны Западной Европы И Я слышал Свидетельство Одного пастыря Он говорит Когда люди туда Начали стремиться И все под эту гребенку Под эту ситуацию Даже неверующие Попытались стать верующими Ходить в церковь Чтобы лишь бы туда уехать И вот он говорил Был такой экзамен Если ты расскажешь 10 заповедей Божьих То есть проверка Верующий ты или не верующий Ты должен Вот ты проходишь Там на таможню И тебя проверяют Вот там сидит Какой-то представитель Вот этой стороны Который принимающий Он проверяет Знаешь ли ты 10 заповедей Потому что Этим Отождествлялось Верующий ты или нет Знаете Первые верующие Они не проходили Испытания Даже не зная Досконально Не скажет Не скажет Поэтому готовишься ли Ты Ко встрече с Господом Задай этот себе вопрос Внутри себя Действительно ли ты Гражданин небес Стремишься ли ты К нему И вот дальше Здесь в третьей главе Посланием Колоссянам Здесь как бы Раскрывается Что значит О горнем помышлять А не земном Что значит Умерли Для земного И вот в пятом стихе Дальше И так умертвите Земные члены ваши Перечисляется Блуд, нечистота Умертвите И облекитесь Дальше в десятом стихе В нового Человека Который обновляется В познании По образу Создавшего его Где нет Ни елина Ни уидея Ни обрезания Ни обрезания Ни варвара Ни скифа Ни раба Ни свобода Но все Все и во всем Все и во всем Христос То есть говорит Перед Богом нету Ни национальности Спасаемся мы Ни по делам Не действует Ни обрезания Ни не обрезания Нету социального Положения Главное В христианине Что хочет Бог Видеть В верующем Человеке В своем Дите Он говорит Чтобы вы Облеклись Нового человека Который Обновляется В познании По образу Создавшего Вот это Желание Есть ли у тебя Желание Познавать его Если оно Есть тебе И ты прилагаешь К этому Старание Ну значит И это Получается У тебя То значит Ты в правильном Направлении А если В тебе Этого Нету Если ты В суете Этого Мира В своих Страстях Желаниях Ты не Бога Познаешь А познаешь Как тебе Лучше В этом мире Жить Но это Уже Другая История Может Тогда Ты не Принадлежишь Небесам Пока Еще Что Дальше 16 стих Слово Христово Довселяется В вас Обильно Со Всякой Премудростью То есть Как Познавать Бога Это Значит Надо Читать Слово Божье Бог Оставил Нам Средства Благодати Которые Позволяют Нам Иметь С Ним Отношения И познавать Его характер Это Слово Божье Молитва И общение Друг Друг Вот Это Дисциплина Духовная Которая Должна Быть В нашей Жизни Дальше 17 стих И все Что вы Делаете Словом Или делом Все Делайте Во имя Господа Иисуса Христа Благодаря Через Него Бога И Отца А в конце Этой Главы Так же Повторяется Еще раз И все Что делаете Делайте От души Как для Господа А не Для Человеков Зная Что в Воздаянии От Господа Получите Наследие Ибо Вы Служите Господу Христу А кто Неправо Поступит Тот получит По своей Неправде У него Нет Лицеприятия Аминь Что он Говорит Вот это Все Должно Выражаться В служении Богу Когда ты Познаешь Бога У тебя Будет Желание Служить Ему Потому Что мы К этому И избраны С вами А если Ты не Служишь Ему Ну Значит Вопрос Вообще Тоже Опять же Не ли ты Небо Если У тебя Нет Этого Желания Не Познавать Не Служить Постоянно Ты Отмазываешься Постоянно Ты Занят Постоянно У тебя Время Времени Нет Живешь Ли Ты Небесами Вот Кто Живет Небесами Тот Получит Воздаяние Говорит Писание Бог обещает А Бог Верен Мы знаем Если что Он сказал То так Оно и Будет Поэтому Конечно же Бог Напоминает Нам Еще раз О том Чтобы мы Смотрели На горне Искали Горнего Размышляли О горнем Смотрели В себя Подготавливали Себя Для жизни С Господом На небесах Понимая Что Нас ждет Там Венец Славы Который Бог Приготовил Для всех Любящих Его Стремящихся К Нему Пока Есть еще Время Брат Или Сестра Подумайте Задумайтесь Над этим Посмотрите В свое Сердце И Исправьте Свои Пути Потому что Время Это Коротко А Божьи Обетования Они Близки Аминь Давайте Мы Прославим Встанем Господа Помолимся Спасибо